Очень плохо, что многие не знают. Это еще раз говорит о том, что средства массовой информации недостаточно освещают работу городской администрации, мою лично. Меня зовут Владимир Алексеевич, фамилия Хватов. Тише, тише, тише. Я глава города Ногинска, глава городского поселения. Спасибо. Еще раз, чтобы вы успокоились, уважаемые земляки. Во-первых, ситуация находится под контролем. Это раз. Тише, тише. Чем вы больше будете кричать, тем меньше я скажу. Я могу не говорить. Я могу не говорить. Первое. Ситуация находится под контролем. Второго числа, второго, сегодня 12-е. Второго числа люди, когда мы узнали, что они приобрели на аукционе здание кинотеатра и участок земли, прилегающий к кинотеатру, они были приглашены в городскую администрацию. Я подчеркиваю, как только мы узнали, мы тут же их пригласили в городскую администрацию. Тише, тише. Я не буду сейчас вам, уважаемый коллега, читать лекцию и рассказывать. Это с моей стороны некорректно. В городе находятся различные виды имущества. В данном случае здание кинотеатра, мы с вами знаем об этом, знаем об этом. Было еще в 2002 году отдано в аренду районной администрации, тогда еще городской вообще не было. Конкретной фирме Марксов. Представитель фирмы... Вот он, вот он. Вот пусть он выйдет вперед сюда к вам. Значит, когда я узнал, что проведен данный аукцион, я пригласил, пригласил руководителей той организации, которая выиграла аукцион, и задал один единственный вопрос. Первый. Вы знаете, что здание в аренде? Он говорит, да, я знаю. Я говорю, как вы собираетесь решать вопрос с арендатором? Он сказал, цивилизованно, в суде мы этот вопрос будем решать. Тогда я ему задал следующий вопрос. Мне сказали, что вы приобрели участок перед доской почета. Городская администрация здесь разбивает клумбу, и доска почета находится на балансе у городской администрации. Что вы планируете здесь делать? Он сказал, не волнуйтесь, Владимир Алексеевич, клумба будет сохранена, площадь вот эта будет сохранена, молодежь и городская администрация, не перебивайте. Третий вопрос, который я задал. Если вы выиграете спор, хозяйственный, я подчеркиваю, спор с арендатором, будет ли перепрофилирован кинотеатр? Мне был ответ, нет, кинотеатр не будет перепрофилирован и будет улучшен самый, ну, зданий и прочий год. Дальше, дальше. Я ему поверил, поверил, ну, я сказал, если будете перебивать, я ему поверил, дал указание своим заместителям и на следующий день уехал в отпуск. В отпуске я узнаю, узнаю, что начинается не совсем цивилизованное общение арендаторов и новой фирмы. Исполняющий обязанности Сергей Николаевич Широков, понимая, что возникает недовольство у жителей, направляет письма на прошлой неделе в прокуратуру, в управление внутренних дел, чтобы они взяли на контроль данную ситуацию. Более того, информация через эти структуры была направлена областному правительству. Вчера, вчера, областное правительство, заместитель председателя главного управления по работе с территориями, я буду говорить по-старому, находился целый день в городе. Сколько вам заплатили за это? Был еще. 3 миллиона за месяц. Женщина, некорректно. А вы корректно в чем? Руководитель данной организации, которая арендует, он меня знает очень давно. У него спросите, подойдите, вы же его защищаете. Подойдите к нему и спросите. Спросите. Заплатили мне или нет? Заплатили. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Слушайте внимательно или я прекращу говорить. В результате работы областного правительства, областного правительства, были вызваны у меня в кабинете, у меня в кабинете, были вызваны арендатор, новый покупатель, начальник милиции, начальник милиции, начальник милиции, и новому покупателю было сказано, немедленно убрать забор. областное правительство проверило, областное правительство проверило, что ни одного разрешения администрации города, ни на установку забора, ни на реконструкцию, ничего не давало. И покупатель, который считает себя хозяином, был вынужден признать под давлением областного правительства. Нас он, видите ли, не слушает. Он купил, он хозяин. А почему брожали тогда? Подождите. А вы для чего там? Подождите. Для чего? Был аренды. Подождите. Дайте мне договорить, потом я отвечу на все вопросы. Значит, был вынужден понять, что на стороне закона не только городская администрация, но и правительство Московской области. Правительство Московской области от данной ситуации, кстати, знает Сергей Кожукетович Шойгу. Правительство Московской области значит, проанализирует, проанализирует договор, договор. И если моих сил не хватит, то я вам еще раз говорю, сил правительства Московской области хватит, чтобы справедливость восторжествовала. Сделаем мы в Москве. За рассвет! За рассвет! За рассвет! Еще несколько слов, и я начну с вами кричать. Подождите. Я как житель города Ногинска, у кого трое внуков, сюда, в этот кинотеатр, хожу и с дочерью... Я хожу и с дочерью, и с двумя внуками, и я... У меня нет претензий к работе сегодняшнего руководства, за исключением одной. Есть много ужасников. Но я ужасники не люблю, а внуклю. Вот все остальное. И благоустройство. И все. Они делают замечательно. И когда мне вчера... Послушайте. Когда мне вчера... Меня еще не было вчера в городе. Позвонила программа «Время» координата. Программа «Время»! Мы с тобой! Прошлоть! Мы с тобой! Почему все скупили лица кафганской национальности? Поэтому, уважаемые жители, уважаемые жители, я считаю, что власть должна поддерживать мнение жителей. Обязательно. Если жители говорят, рассвет, я с тобой, то, естественно, власть вас будет поддерживать. Но власть должна действовать по закону. Поэтому мы и инициаторам, вы вот себе только, пожалуйста, подише, вы только себе, пожалуйста, вот всю заслугу, то, что рассвет, я с тобой, рассвет, я с тобой, ни себе не приписывайте. Так вы же его продали, а? Вы же его продали. Еще раз подчеркиваю, что именно городская, именно городская администрация, администрация стала инициатором этого. Продажа рассвета. Отвечаемые вопросы, я считаю.